Доброе утро! Меня зовут Козина Наталья и сегодня я вам расскажу о книге «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киасаки. Книга американского бизнесмена Роберта Киасаки, всемирно известного финансового гуру, бизнесмена, мотивационного спикера. Он автор ряда книг по саморазвитию и финансовой грамотности. Его книги помогают читателям взглянуть на денежный вопрос под совершенно новым углом. Произведение «Богатый папа, бедный папа» занимает почетное место в списке бестселлеров по версии газеты New York Times. Это самая первая книга, которую я прочитала, когда только начала интересоваться темой инвестиций и пассивного дохода. В книге рассказывается о двух отцах молодого человека. Один отец бедный, другой отец богатый. У молодого человека появляется возможность посмотреть с разных сторон на совершенно разные жизни, на разное мышление. У богатого папы он учится, как делать нужно, а у бедного папы он учится, как делать не нужно. Оба отца преуспевали в своих карьерах, много работали всю свою жизнь, оба имели существенные заработки. Однако один вел финансовые баталии всю жизнь, другой стал одним из богатейших людей на Гавайях. Один умер, оставив в своей семье десятки миллионов долларов, благотворительные учреждения и свою церковь. Другой же оставил только счета для оплаты. Автор объясняет читателю, в чем главное отличие бедных от богатых. По его мнению, бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые же, наоборот, заставляют деньги работать на себя. Для того, чтобы понять, как именно деньги должны работать над человеком, нужно разделить свои расходы на активы и пассивы и четко понимать разницу между ними. Активы – это то, что кладет деньги в ваш карман. Пассивы – это то, что забирает деньги из вашего кармана. В книге рассказывается о том, что важно не сколько денег вы зарабатываете, а сколько сможете сохранить. Я помню, когда только прочитала эту книгу, меня заинтересовала тема недвижимости. Мне понравился вариант купить квартиру дешевле и потом продать ее дороже. Я думала об этом постоянно, просчитывала разные варианты, кредиты, ипотеки. И в конечном итоге моя мечта осуществилась. Мы нашли средства, купили свою первую квартиру в новостройке, потом мы ее сдавали в аренду, то есть получали пассивный доход. Затем мы ее продали и вложили деньги снова в новостройку. Информация, которая есть в книге, заставляет нас задуматься о множественных источниках дохода, о достижении своих целей. А как известно, то, о чем мы думаем, волшебным образом реализуется. Задумайтесь об инвестициях уже сегодня, чтобы в будущем вам не нужно было беспокоиться о ваших финансах. Отличного вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok